Вы ступили на территорию призраков. Тема сегодняшней программы – таинственное исчезновение людей. Иногда люди исчезают бесследно. Зачастую причины подобных происшествий следует искать в области обычного криминала. Но бывают случаи, когда внезапное исчезновение человека не поддается никаким разумным объяснениям. Оставайтесь на территории призраков, и вы услышите множество леденящих душ и историй о людях, периодически пропадающих в разных уголках мира. Какие силы стоят за таинственными исчезновениями людей? Для чего похищаются несчастные жертвы? И как уберечь себя от внезапного похищения сверхъестественными силами? Существует немало свидетельств о том, что люди зачастую неожиданно и при очень таинственных обстоятельствах исчезают. Но если проанализировать все эти исчезновения, то можно прийти к выводу, что во всех этих исчезновениях нет логического завершения. 30 июля в одной из английских газет было напечатано об одном из знаменитых издателей Макмелани, о том, что он 13 июля 1889 года поднялся на гору Олимп. Многие видели, как он махал руками, и после этого он исчез. Несмотря на то, что была объявлена награда тем людям, которые сообщат хоть какие-то сведения о нем, он так и не был обнаружен. Известные в истории и широко описанные необъяснимые исчезновения людей выглядят таинственно только в освещении так называемых очевидцев. Жизненная практика, а также специальные исследования показали, что это все бывает не совсем оправдано и является причиной возникновения всевозможных домыслов, ложных слухов. Когда нет возможности логично, рационально объяснить исчезновение человека, ну, тогда люди прибегают, как правило, что это происки нечистого, происки дьявола. Особенно это относится к тем людям, которые жили нечистиво. Оуэн Парфит, который был в свое время пиратом, неожиданно исчез. Так молва пошла о том, что просто его забрал к себе дьявол, которому он как бы и принадлежал. Надо здесь, конечно, иметь в виду, что подавляющее большинство историй с исчезновением людей просто вымышлены. И те, которые имеют реальную основу, подчас сознательно мистифицируются. Уже в древнем возрасте Парфит, который, как я говорил, был в дни своей молодости пиратом, проживал в одном английском местечке. И вот его однажды немощного вывезли в коляске подышать воздухом. Коляску поставили на воздухе, прикрыли он пледом, положили подушку. Но через какое-то время, когда люди пришли, то увидели, что и плед, и коляска, и подушка, все на месте, кроме самого человека. Неподалеку работали косари, но они тоже утверждали, что никто мимо них не проходил. Какие силы стоят за таинственными исчезновениями людей? Удобно было использовать тему того, что людей забрал дьявол для тех людей, которые вели не очень, скажем так, порядочную жизнь. А вот для людей, которые вели достойную жизнь, существовало, как бы, по вере, что их забирают ангелы на небо. Но, к сожалению, все мы находимся между этими двумя полюсами. Мы иногда и грешим, и иногда стараемся вести добропорядочную жизнь. Вот для таких людей, как бы, не подходит ни первое, ни второе, ни дьявол, ни ангел. И тогда была придумана, как бы, молвой придумала некая волшебная сила, о которой никто ничего толком не знал. Тейственные исчезновения людей часто происходят в глазах их свидетелей. Так, еженедельник History of Science сообщает, что 30 июля 1960 года в городе Пиктон, штат Антарио, Канада, на глазах у родственников и соседей исчез мальчик, 13 лет, который появился на том же месте через несколько дней. Существует множество поверий, что людей похищали волшебные существа. Эти поверия, как правило, относятся к старым временам, давно минувших лет. А вот в последние годы, в последнее время, в последние, скажем так, столетия, исчезновения стали приписывать летающим тарелкам, инопланетному разуму и вот всему тому, что с этим связано. 19-летний житель парижского предмистия Франк Фонтейн в 1982 году, сидя за рулем своего пикапа, вдруг увидел в небе странный, яркий цветовой объект, который медленно спускался вниз. Два его друга в это время собирали вещи. Франк вдруг рванул к месту падения этого шарика. Когда друзья подбежали к месту, где стояла машина Франка, они были поражены. Машина Франка буквально была разрезана пополам. Задняя часть машины стояла на дороге. А на месте кабины было яркое, клубящееся цветовое пятно, которое на глазах вдруг вытянулось в трубу и мгновенно исчезло в небе. Франка не было две недели, отсутствовало полностью. Его искала полиция. Через две недели вдруг дверь одного из друзей постучали. На пороге старая Франка. Он был очень удивлен. А дед был так же, как и во время исчезновения. Он спросил своего друга изумленно. «Мы что, никуда не едем? А где мой пикап?» Всю троицу долго допрашивала полиция, прокуратуре. Затем делом занялась комиссия по изучению аномальных явлений. Только по гипнозам Франк стал вспоминать. Он вспомнил, что на капоте машины появился яркий светящийся шарик. Затем он погрузился в какой-то туман. А когда очнулся, то увидел себя в лаборатории, напичканной всякой аппаратурой и датчиками. В комнате летало много ярких шариков. У него было впечатление, что как будто бы и звучают его, и просвечивают насквозь. Когда он очнулся, он решил, что все это ему приснилось. И больше ничего. А пятилетние бледницы Тоня и Соня из Саратова, Комаровы, были якобы пощищены прямо из помещения детского сада. Они снова появились на том же месте через три с половиной часа. За это время была поднята милиция. Сначала дети ничего не могли сообщить. Но при более строгом допросе сообщили, что увидели под потолком кружащееся солнышко, которое их скушало. Все было списано на инопланетян. А москвичка Ольга Низорова вышла в магазин из дома. А когда пришла в себя, оказалось, что прошло три дня, и она находится вдаль от дома за сто километров. Она тоже сообщила журналистам массу интересных подробностей об общении с инопланетянами. Далее на территории призраков еще несколько похищений людей таинственными силами. Оставайтесь на территории призраков, и вы узнаете о проклятом острове в Кении. Люди, попавшие на этот остров, пропадают бесследно. Как правило, существовало еще одно из поверьей. Дело в том, что некоторые люди, исчезнув, через какое-то время опять возвращались. И эти исчезновения не были связаны никак ни с ИНЛО, ни с пришельцами. Например, в 1975 году, если мне память не изменяет, в Аргентине, молодой официант возвращался рано утром после работы. Но вдруг, как он описал это, что на него подействовал сверху какой-то очень мощный луч, который его, как он утверждает, приподнял на три метра примерно над землей. И он потерял сознание, долго не приходил в себя. Потом очнулся и как бы поведал эту историю, которая была даже напечатана в некоторых издательствах. Очнулся этот молодой официант часа через два, через три. Рядом находился его саквояж с газетой, даже которую он утром купил, уходя с работы. Но это было местечко Диас, что это место находилось порядка в 500 милях от места его работы. Это связано с тем, почему это узнали, потому что его госпитализировали сразу же. И оказалось, что вот госпиталь находился, и то место, где он пришел в себя, это было порядка 500 милей от места его работы. Когда Диаса стали расспрашивать, он пришел к выводу, он рассказал о том, что все это время, когда он находился над землей, он находился в некой сфере, в которой присутствовало три существа, похожих на человека, но они были зеленого цвета, которые для чего-то выдергивали у него волосы. И почему-то происходило абсолютно безболезненно. И когда врачи действительно проверяли волосяной покров этого юноши, то выяснилось, что действительно, да, у него потеряно много волос, но корни этих волос остались на месте. Куда исчезают люди? В Кении есть остров Иной Тинет, что на языке местного племени Эльмола означает «безвозвратный». Местные жители не селятся на нем, считая проклятым местом. Если верить исследованиям аномальных явлений, таких мест откуда не возвращаются, в мире немало. В Кении на озере Рудольф есть остров Энвай Тинет, что на языке местных жителей означает «безвозвратный». Люди на этом острове не селятся, считают это проклятым местом. Согласно исследователям аномальных явлений, таких мест проклятых, где исчезают люди на земле, в мире, много. Наша страна в этом смысле не исключение. В 1935 году в Кении работала экспедиция английского исследователя Вивиана Фиша. Два его коллеги, Мартин Шефлис и Дэвид Дейсон, отправились на таинственный остров. 15 дней их не было. А ведь покойный Фуш отправил на остров спасателей. Они на острове никого не нашли, кроме заброшенной деревни аборигенов. Был вызван самолет, который облетал остров в течение двое суток. Но так никого и не нашли. Местные жители поведели Фушу предание, что когда-то на острове жили люди. Ловили рыбу, охотились, торговали с прибрежными жителями данного побережья. Но потом они вдруг перестали появляться. Тогда жители прибрежной деревушки отправили разведчиков на плоту, на остров. Что же они увидели? То, что увидели, привело их в шок. Они видели покинутую деревню, где не было ни одного человека. Вещи в хижинах были целы. Возле потухшего костра разлагалась рыба. Посланцы не стали испытывать судьбу. Они быстро покинули остров. С тех пор на острове никто не живет, разве что только птицы. Таинственная история с исчезновением большого количества солдат произошла в декабре 1937 года во время военных действий между Китаем и Японией. Китайский генерал Ли Фуши направил отряд в 3000 бойцов задержать противника на рубеже реки Янззы. На следующий день его разведчики сообщили, что весь отряд исчез, хотя никаких признаков сражения, а также мертвых тел обнаружено не было. Если бы солдаты отступили, то обязательно перешли бы мост. Но у моста располагалось подразделение генерала, которое не могло бы не заметить стольких людей. Неоднократно китайское правительство пыталось открыть тайну исчезновения этих 3000 солдат, но до сих пор она осталась нераскрытой. Ни в японских архивах, ни в свидетельствах военных нет никаких данных, что этот отряд был взят в плен или уничтожен. Алан Хайнек, известный астроном и исследователь НЛО, издал целый сборник подобных похищений и исчезновений, назвав их близкими контактами третьего рода. Многие из них были очень тщательно документированы. Например, история похищения Бетти и Берни Хайл. Одни в сентябре возвращались в 1961 году домой из отпуска. И вдруг в небе увидели два ярких свечащихся шарика, которые как бы играли. Насмотревшись на эти чудеса, они впали в полудрему, как даже очнулись. Оказалось, что прошло два дня и они находятся в сотне мере от того места, где остановились. несколько позже они вспомнили, что были на каком-то корабле, где общались с какими-то странными существами, которые их изучали. Вот, кстати, эта история о Одессе это очень любопытный пример. Дело в том, что никто не видел, как он исчез. И в принципе, если бы он не вернулся, то шла бы такая же молва, что вот неожиданно исчез человек, его забрали какие-то потусторонние силы. И только благодаря тому, что он вернулся, не случились вот легенды, а появилась новая история, которую он рассказал о сфере и о тех существах, которые в нем находились. Сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН профессор Рудольф Несмелов считает, что следуя подобные аномальные феномены, следует относиться к ним очень критически. Он якобы знал одну женщину, которая очень часто общалась с непланетянами, которые посещали ее часто из постели. А однажды она прошла на их зов по лесной грязи 15 километров, а когда вернулась домой, оказалось, что область чиста. Для нее все реальные ощущения казались очень реальными. Случаи, похожие на рассказанные мной случаи, они происходили и неоднократно. В частности, значит, известен случай о французских детишках, о них было написано в газете, значит, которые гуляли со своими родителями, и неожиданно какой-то воздушный поток приподнял этих детей над землей, но родители находились как бы вне зоны воздействия этого потока, поэтому они смогли как бы притянуть детей назад. В следующей части нашей программы мы поговорим о том, можно ли считать похищение людей внеземными цивилизациями и сверхъестественными силами, правдой или все же эти истории вымысел? Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете, почему многие люди прибегают к истории о своем таинственном исчезновении. Прежде всего, многочисленные факты свидетельствуют о том, что сами очевидцы бывают заинтересованы именно вот в искажении освещения того или иного факта. Заведомо ложь порождает необходимость оградить себя от подозрений, объяснить как бы выгодность что ли этих подозрений, потому что ложь, она ведь не просто так возникает, она возникает из того, что людям это каким-то образом выгодно, и что вот данное лицо должно быть каким-то образом ну что ли в конце концов освоблено так сказать по своим поступкам ну что ли так сказать сделать так, чтобы это было действительно было правдой. Как правило, при анализе феноменов выходит, что световые пятна это атмосферное объявление или огнелетящего самолета, а светящиеся шарики в ночи это могут быть планеты Сатурн или Юпитер, которые хорошо видны в ночном небе. И если ехать на машине, то кажется, что они летят рядом, параллельно с нами, как в случае с Берни и Хилл. А лысые инопланетяне с щупыцами, которые меняют размеры и сканируют ваш мозг, это всего лишь мистические ощущения и винения, основанные на сильном психологическом стрессе. При этом лжец в меру своего разумения, правдоподобным для окружающих образом, извращает прошедшее событие. Он старается сделать так, чтобы это событие выглядело как можно более реальным, что ли. Ну и естественно, конечно, в определенной среде вот эти предрассудки, эти предрассудки, они в общем-то связаны с каким-то таким, может быть, суеверием, с какой-то такой напыщенной легкостью изобразить так, чтобы все поняли, что человек действительно пропал каким-то чудесным образом. Ежегодно на планете исчезают тысячи людей. Россия не исключение. Но факты, связанные с нашей страной, стали известны совсем недавно, после снятия грифа секретности со многих документов. Сейчас в комиссии по аномальным явлениям при географическом обществе России накопилось множество таких материалов. Объективных доказательств того, что истории о похищении людей основаны на реальных фактах, нет. Однако это не значит, что чудеса не существуют. Просто зачастую они имеют научное обоснование. Вместе с тем более распространенным, нежели ложь, источником рассказов и странных исчезновений людей является как бы их такое добросовестное что ли заблуждение. То есть люди как бы не от мира сего что ли. То есть получается так, что они даже сами может быть и не понимают почему так происходит, почему они так рассказывают и вообще что с ними произошло. И они стараются сделать так, чтобы люди им поверили, чтобы люди знали, что действительно они каким-то образом исчезли из поля зрения людей. То есть они думают, что по-настоящему думают, что действительно они исчезали и действительно их не было вот на этом свете. А потом вдруг как бы и появились. Если самого момента исчезновения никто не наблюдал, то исчезновение того или иного человека обычно списывают на несчастный случай или криминал. Но бывали случаи, когда человек пропадал на глазах очевидца. А все дело тут в телепортации, то есть в таком явлении, когда объект мгновения ока исчезает в одном месте, а в другом тотчас возникает его точная копия. Исторические документы зафиксировали многие случаи переноса людей на огромнейшие расстояния. Но объяснений этому никаких не давали. Например, ученые биофизического центра неонкологии Российской Федерации ставят очень интересные опыты по квантовой телепортации биологических веществ на дальнее расстояние. Пока что объектом служат лабораторные мыши, но результаты предполагают сделать вывод, что то, что предсказывал 100 лет назад Альберт Эйнштейн и много раз обыгрывали фантасты уже вполне реально. О телепортации ученые заговорили лишь в 20 веке. Альберт Эйнштейн даже выдвинул соответствующую теорию, но доказать ее так и не удалось. А ученые и исследователи тем временем находили все больше и больше фактов. Так в 1988 году австралийская экспедиция вела раскопки на небольшом болоте на острове Пасхи и наткнулась в торфе на хорошо сохранившиеся останки средневекового всадника. Под доспехом это был рыцарь Ливонского ордена, который существовал с 1237 года по 1525. Монеты, найденные в кошельке воина, относились к 1326 году. Остров же был открыт только в 1722 году. Ну, надо сказать, что сказанное, вот все это сказанное главным образом относится к процессу восприятия и возможных таких интерпретаций, когда люди стараются описать все события, ну, что ли, таким образом, чтобы у них, в принципе, так сказать, их психологическое состояние в этом плане было, так сказать, не очень сильно устроено. То есть, они верят всевозможные мифы. Такие мифы, как, допустим, похищение инопланетянами, или миф о том, что они были похищены какими-то феями, или еще бог знает какими внеземными цивилизациями. То есть, люди стараются изобразить свое похищение так, чтобы это было действительно достоверно. И, к сожалению, большому, некоторая часть населения верит в это и старается, так сказать, как-то вот, так сказать, посмотреть уже на это под другим углом. То есть, что значит похищение инопланетянами? То есть, инопланетяне есть, и этих людей каким-то образом похитили. Весьма интересен эпизод времен Великой Отечественной войны. Двое партизан из отряда Героя Советского Союза Медведева с опушки леса вели наблюдение за немецким штабом, расположившимся в одном из глухих деревушек Смоленщины. Один из партизана решил перемотать портянку, а заодно и перекурить. Он отложил карабин в сторону, снял сапог и закурил. А его напарник не спускал глаз с объекта наблюдения. Буквально через несколько секунд ведший наблюдение обратился к товарищу, который был у него за спиной с каким-то вопросом. Но ответа не последовало. Тогда он оглянулся назад и убедился, что его боевой друг бесследно исчез. На месте, где он сидел, остались лишь его вещмешок, карабин и снятый сапог. А кругом ни шороха, ни звука. Далее на территории призраков мы поговорим об исчезновении людей в давние времена. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете истории пропажи людей, которые случились много лет назад, но были зафиксированы и дошли до наших дней. Мир полон таинственных явлений. Одно из них в том, что люди постоянно исчезают по своей воле, либо не по своей воле. Нетрые исчезают навсегда, другие возвращаются. Те, которые возвращаются, считают своим долгом объяснить причину своего исчезновения. Как правило, это набор фраз похищен феями, пошел в магазин и не вернулся, похищен инопланетянами, но это объяснение, понимаете, по сути своей не объясняет причины исчезновения, а дают нам новые и новые загадки. В 1966 году писатель, английский писатель Стайгер в своей книге описал такой случай, что 11-летний мальчик зимой вышел из дома и вдруг люди услышали его голос, он просил помощи. Обыскали всю округу, мальчика не нашли, но однако его следы были видны от дома, где-то метров 50, потом оборвались, так мальчика и не нашли и больше они ничего не известно. История права показывает, что нельзя казнить презреваемого убийцу, если труп не найден. Тем не менее, в праве есть много ошибок, когда невинный был казнен, либо же был наказан. Вы знаете, известен случай, который описывает Корнуэл, английский писатель и юрист в своей истории права. Жила-была богатая наследница. По достижению 16 лет эта девочка должна была наследовать богатое имение. Ее опекуном был дядя. И когда девочке исполнилось 8 лет, она неожиданно исчезла. Дядя не особенно об этом перевожился, но по движению девочки 16 лет местные власти потребовали представить наследницу в живом виде. дядя в панике одел другого ребенка вместо этой богатой наследницы, но люди узнали, что это не она, не наследница, девочка не та. Дядя был обвинен в ее убийстве и казнен. Самое интересное то, что спустя несколько дней девочка живой-здоровой явилась и потребовала наследства, то есть имения. как оказалось, она скрывалась от высокого дяди у добрых знакомых в соседнем гражданстве. В газете «Таймс» от 1873 года в декабре месяце было написано о пожилой чете, которая на ночь остановилась в гостинице, и супруг ночью хотел встать и потянулся за тапочками. Но, как он объяснил, что он как бы стал проваливаться в какую-то пустоту. Жена хорошо, что в это время жена проснулась и она успела его схватить, увидев, что он куда-то падает. Вот в панике они вылезли через окно и их обнаружили на железнодорожной станции, где они искали полицейских. Но здесь мы имеем дело со свободной волей человека. Девочка сама убежала от жестокого дяди. Все это легко объяснимо. В большинстве случаев мы имеем дело с очень сложными явлениями, которые необъяснимы с точки зрения обычной ловики. Очень долгое время бытовала такая версия о том, что очень часто феи похищают младенцев, похищают детей и меняют их на каких-то очень странных младенцев. Ну, как бы с развитием с развитием жизни, как бы с развитием сознания человеческого, люди отказались от веры феи. Однако случаи подмены детей они бывали, и они зарегистрированы. В конце прошлого века в Севнамуэльсе, в Англии, был случай весьма интересный в этом отношении. Двое друзей Рис и Лоулин вращались вечером домой на ферму где они жили. Рису показалось, что вдали он слышал звуки музыки. Эти звуков его товарищ Лоулин не слышал. Рис рассказал товарищу, что задерживаться и чтобы товарищ ехал домой. Лоулин подумал, что Рис хочет зайти в кабачок, и поэтому поехал домой, лег спать и провел ночь как обычно. Но спустя несколько дней Рис так и не объявился. Лоулина обвинили в убийстве приятеля. Местный фермер, который хорошо знал обычаи и верования в свой край, убедил местной власти пойти на место, которое называлось Куксей. Он просил держать его цепочку за руки и вошел в этот круг и увидел Риса, то есть пропавшего приятеля, который весело отплясывает вместе с маленькими человеческими. Он схватил Риса и с трудом вытащил его из этого круга. Рис сам мог объяснить, что с ним было. Просто он объяснил, что у него круг за головой ему хочется танцевать, он очень медленно успокоился. Но самое интересное, что после этого случая Рис очень быстро умер. Известен, например, случай, что в 1845 году у одной английской англичанки, у одной леди пропадали один с другим дети. Как пропали первые два, она не наблюдала, она видела, как пропадал третий ребенок. По ее уверениям ребенка начало куда-то уносить вверх. Причем в это время на месте ее ребенка у нее рядом с ней появился какой-то достаточно странный сморщенный младенец, который в итоге прожил в этой семье несколько лет. При этом он не ходил, он не говорил, он питался травмами. Существует история о том, как доктор Мур с приятелями путешествовал в Пареландии. Они остановились на постоянном дворе и начали рассказывать в долгий зимний вечер другу всякие истории. Доктор Мур тоже рассказал истории о том, что мать ему рассказывала, что его в детстве похищали феи. И тогда его мать звала днахарку, которая отпаивала Мура ребенком различными отварами. Приятели Мура увидели, что во время рассказа в комнату вошла группа людей и потащила из комнаты Мура. Они пытались помешать, но ничего не получился, Мур просто исчез. Его товарищи, конечно, забили тревогу. А что ему было делать? Хозяин постоял у двора, очевидно, человек очень бывалый, позвал знахарку, которая объяснила, что Мур находится в миле отсюда, в лесу, вместе с феями. И если она сумеет помешать Муру съесть что-либо, либо выпить, то он вернется в добром здравие. Если же у нее это не получится, то Мур умрет от чахотки. На следующее утро доктор Мур вошел к приятелям целым и невредимым. Им рассказал, что он целую ночь путешествовал с феями с места на место. Они предлагали ему весьма вкусно лаком куски. И каждый раз, когда он подносил эти куски ко рту, неведомая сила выбивала у него из рук эти куски. Мне могут возразить, эти истории из прошлого уже просли пулевиков. А в наше время, сегодня что-нибудь таинственное происходит? Конечно происходит! Эта история как бы не единична. Некий мистер Сайк опубликовал следующее, что у одной женщины во время сна почувствовала, что у нее отнимают ее младенца какие-то неведомые силы. Она закричала и начала просить Бога, чтобы он оставил ребенка. Она, когда проснулась, окончательно ребенок был с ней. Говорят, что те люди, которые подвергались телепортации, то есть переносы с одного места на другое какими-то неведомыми силами, бывают после этого отмечены как-то. Так вот, этот ребенок, которого удержала мать рядом с собой, моля Бога, младенца какое-то время, когда он подрос, он стал достаточно известным проповедником. В заключительной части нашей программы мы поговорим о похищении людей НЛО. Также вы услышите реальную историю, которая произошла с Марией Рошальской. Оставайтесь на территории призраков и помните, что ежегодно по всей планете непонятным образом исчезают люди. Таинственные события во время войн происходили не только на суше, но и в небе. Считается, что эра НЛО началась в 1947 году с наблюдения летающих тарелок Кеннетом Арнольдом. Однако уже 25 февраля 1942 года несколько НЛО появились над Лос-Анджелесом. Конечно, американцы посчитали, что это японцы. ИПВО открыло ураганный огонь. Один небольшой НЛО круглой формы и несколько маленьких, которые его сопровождали, нисколько не пострадали. Хотя по свидетельствам очевидцев некоторые снаряды разрывались рядом с таинственными объектами. Кончилось тем, что НЛО спокойно улетели, а американцы стали подсчитывать потери. В результате пальбы по НЛО было повреждено несколько зданий и погибли шесть человек. Могу вспомнить случай моей жизни. В те времена, когда еще не увлекались исследованиями НЛО, для нас это было еще малоизвестный фактор. Я часто любила бывать на Кавказе. И однажды нас пригласил инструктор наблюдать восход солнца напротив Эльбруса. в 4 утра мы подвелись на вершину горы. Это было 4 километра над уровнем моря. Зрелище было просто потрясающее. Тверкающий Эльбрус белоснежно чистый и на фоне его напротив два солнца абсолютно два одинаковых пледница. Какое из них настоящее мы не могли понять. Конечно, нам подсказал инструктор, то, который с востока был настоящим солнцем. Атмосферное явление. Другой случай в моей жизни. Это уже было на даче 4 года назад. Мое окно выходит практически в чистое поле, где-то вдали лес. И невысоко над лесом огненный шар. Сначала я думала, ну, какой-то фонарь зажгли. Фонарь горит постоянно и стоит статично. Потом из этого шара вылетели два маленьких шарика. Они улетали от этого большого шара, делали вокруг него вращательные движения. Так продолжалось где-то минут пять. Потом они вошли обратно в этот шар, и этот шар как будто выключили. Можно было бы подумать, что это фонарь какой-то местного характера, но фонари так быстро не могут двигаться. Если бы это был свет Земли, то было бы видно эффект света Земли. Этого не было видно. Осенью 1944 года с НЛО стали встречаться американские летчики, которые бомбили Германию. Странные светящиеся шары и диски буквально преследовали самолеты, словно играя с ними в пятнашки. Сначала их посчитали новым секретным оружием фашистов, но никаких потерь от НЛО не было, поэтому летчики прозвали загадочное образование в шутку фу-истребителями и фрицевскими шарами. Немцы также видели эти НЛО и в свою очередь считали их оружием союзников. Любопытно, что подобное образование наблюдали летчики и во время Корейской и Вьетнамской войн. Уфологи считают, что огненные шары были самыми настоящими НЛО, которые довольно часто наблюдаются в районах военных конфликтов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok